Мама Мила Всем привет! Это канал Мама Мила. Я рада приветствовать всех, кто смотрит меня. В предыдущих видео мы с вами пересаживали орхидею, выбирали для нее горшки и грунт. И все это я делала на фоне своей рулонной шторы в кухне. Я обещала вам рассказать и показать, как я ее делала. Вот эту замечательную штору, на фоне которой я стою, я сделала своими руками. Сегодня я хочу рассказать вам и показать, как я это делала. Быть может, это вдохновит вас на какую-то тоже замечательную идею. Может быть, вам захочется сделать что-то подобное, либо выбрать какой-то свой рисунок. Ну, в общем, поехали! Как вы уже поняли, я очень люблю орхидеев и меня можно назвать полноценным фанатом. Когда я делала ремонт в этой квартире, вернее, в этой комнате, в кухне, было у меня совсем недавно, я очень хотела посвятить какой-то уголок именно этим прекрасным растениям, этому своему увлечению. И изначально у меня была идея сделать фотообои огромные где-то на кухне. Так получилось, что у меня не было какого-то такого определенного места для фотообоев, либо я должна была их поклеить там, где будет на стене висеть телевизор. Ну, то есть, я просто бы их закрыла телевизором. Еще я подумала, что фотообои – это такая вещь, которая со временем может надоесть и мешать им. Посмотрите, как эффектно выглядит эта штора и как она разбавляет мои однотонные серо-бежевые стены. Вот так я могу полностью открыть окно, когда мне это нужно, и вечером всегда закрыть. Это изображение мне понравилось давно, я его приметила в свое время в передаче «Школа ремонта», который меня интокновил на создание вообще такого интерьера и внесение сюда именно этого рисунка. «Школа ремонта» переделывала кухню кому-то из резидентов Comedy Club, и его супруга очень любила орхидеев, поэтому они сделали фотообои с таким изображением. Честно говоря, я безумно влюбилась в это изображение и искала его где только можно и нельзя. Я искала это изображение довольно долго, потому что вот именно его мне хотелось сделать у себя тоже в интерьере. Оно есть на всем известном сайте с большим количеством изображений, этот сайт платный. Когда я стала узнавать, сколько мне будут стоить фотообои, то у нас в Питере стоимость варьировалась примерно от 15 до 20 тысяч. Это с учетом того, что я заказывала размер где-то по ширине метр сорок на 2,70. По-моему, как-то так. То есть можно было печатать на обыкновенных виниловых обоях, можно было печатать на холсте и так далее. Но в среднем это стоило бы мне… Если бы я заказывала в той фирме, которая делала передачи «Школа ремонта», по-моему, они мне говорили, что это тысяч девять. Я посещала какой-то из строительных магазинов, не помню какой, и увидела, что есть такая услуга – печать на рулонной шторе. Эту услугу предлагала очень известная фирма, которая занимается изготовлением всевозможных аксессуаров для штор, карнизов и так далее. Ну, я думаю, что вы все знаете и увидели. Вот. Я позвонила в эту фирму, и мне ответили, что печать на шторе будет стоить около 9 тысяч. Если вы хотите сделать какое-то сложное изображение, например, или тем более фотографию, то, конечно, лучше обратиться в специализированную фирму, которая этим занимается. Они вам на принтере очень красиво напечатают, будет шикарно выглядеть. Поскольку у меня изображение, которое больше напоминает картину, мне не было такой особой необходимости заказывать печать. В общем, я прозвонила еще несколько неизвестных фирм в нашем городе, которые предоставляют данную услугу, и мне предложили наименьшую стоимость в районе 5, по-моему, с половиной тысяч рублей вместе со шторой. Но, единственное оно, они не подходили мне по ширине. Их ширина полотна была, по-моему, максимальная 140, поскольку у меня здесь окно 140, мне надо было, чтобы штора была 150. То есть этот вариант меня тоже не устроил, к сожалению, я немножко так расстроилась. Но потом мне пришла идея в голову, почему бы не попробовать сделать это самой. Дело в том, что я абсолютно не художник, и, ну, умею рисовать на уровне, не знаю, школьников, поскольку, то есть могу срисовать какую-то картинку, но сама нарисовать что-то я, к сожалению, не смогу. Рассказываю, как это сделать. Я пошла, купила обыкновенную штору. Единственное, что я взяла штору не белую, да, вы видите, она такого, наверное, нежно-нежно-сиреневого, нежно-фиолетового цвета. И еще, поскольку я знала, что я буду рисовать на этой шторе и не знала, как ляжет рисун и как он будет выглядеть с другой стороны, я взяла штору Blackout. То есть эта штора вот с таким защитным задним покрытием, вообще она блокирует свет, то есть это тоже достаточно удобно, потому что когда идешь по улице, например, и видишь, висят шторы, которые без вот этого покрытия, то даже немножко видно, что происходит в комнате. Вот, поэтому как бы здесь сразу убиваются, что называется, два зайца, то есть вы и закрываете рисунок, который вы нарисовали, и вас не видно со стороны улицы. И в то же время, если вам надо, вам не попадает солнце. Вот, я купила вот такую штору, она стоила где-то, по-моему, 1300. Покупала я ее в карауте, ну, можно поискать в других магазинах, я думаю, что можно найти подешевле даже варианты. Также я купила вот такие краски по ткани. К сожалению, они у меня уже немножко запачканы, испачканы, потому что я их использовала. Для создания рисунка, который я сделала, мне потребовалось всего лишь четыре цвета. То есть основной цвет у меня был белый. Вот такой тюбик, белая краска. В белой краске у меня ушло два тюбика, потому что у меня больше всего белых. И, честно говоря, изначально я не рассчитала, потом пришлось бежать докупать в магазин. Также на рисунке у меня порядка четырех оттенков фиолетового. То есть у меня есть розовый, у меня есть сиреневый цвет, у меня также есть фиолетовый и такой нежно-сиреневый. Все эти оттенки я сделала при помощи смешения двух цветов. Я взяла розовую краску и синюю краску. Соответственно, вы просто пробуете. Где-то вы добавляете больше розового, где-то вы добавляете больше синего, где-то можно дополнительно подбавить еще беленького. Вот таким образом вы можете сами создавать свои оттенки и сами цвета. Для сердечка орхидеек мне потребовалась вот такая оранжевая краска. Вообще, ну, мне нужна была желтая, по идее, краска, но желтой не оказалось, поэтому я взяла вот такую оранжевую. И мне нужен был еще для стволов орхидеи коричневый цвет. Так вот, я сделала его при помощи смешения своего оранжевого цвета и синего цвета. У меня получился вот такой вот, но он немножко не коричневый, он какой-то такой, знаете, грязно-коричневый, но лег прекрасно. Сейчас вам покажу поближе, смотрите, свой рисунок. Вот, видите, как хорошо коричневый цвет получился. Все орхидеи были им обведены. Эти краски мне очень понравились в работе, они излишне не текли, прекрасно легли на ткань. Шторы висит у меня где-то уже, наверное, месяца два с половиной-три. То есть, никак они не высветляются, ничего с ними не происходит. Стирать, конечно, я ее не планирую, то есть, она какое-то время повисит, ну, может, год-два-три, как мне она надоест. Потом просто я ее поменяю. А заказывала я их через интернет-сайт буквоета. Дело в том, что там они были дешевле почему-то, чем в магазине. И стоили они, смотрите, достаточно совсем недорого. Вот здесь не видно, к сожалению, стоимости, она стерлась. Вот эта вот синяя баночка 69 рублей. А оранжевая баночка, здесь вот вы видите, я покажу, даже вам цену видно. Смотрите, сейчас я приближу, чтобы вы увидели, что я ничего не придумываю, да, не сочиняю. Вот видно, да. Оранжевая баночка обошлась мне в 68 рублей. Этот тюбик у меня просто остался белый цвет. Ну, я говорила, да, что я два белых покупала, использовала. И в этот просто тюбик я замешала, сделала коричневый цвет. Поэтому получилось, что у меня 5 баночек краски. Ну, соответственно, умножайте, да, 70 рублей в среднем, умножить на 5, это 350 рублей. Мне вышла краска. 350 рублей мне обошлась краской, и сама стора стала 1300. Таким образом, как бы, мой труд плюс, ну, 1650, вот эта краска. А сейчас я расскажу вам, как я наносила рисунок. Значит, я знала, что я не смогу вот в точности перенести все размеры, поэтому я воспользовалась проектором. Проектор я одолжила у своих знакомых, которые есть у них дома, но вы можете, в принципе, попросить, если у вас есть на работе проектор. Либо взять его в аренду, если есть такая услуга, не знаю, у друзей попросить. В принципе, это не такая сейчас редкая вещь, которую там достать очень тяжело. Но я вот попросила у знакомых, у них есть, они там, по-моему, по работе его используют. Они мне одолжили его на вечер совершенно безвозмездно, с удовольствием. Значит, что я взяла и сделала? Я закрепила вот эту штору, полностью ее раскрыла и закрепила ее в прихожей. Ну, это было достаточно тяжело сделать. Я покажу вам сейчас фотографию. Просто с одной стороны у меня был собран не до конца шкаф, и я вот эту вот верхнюю палку продела туда, на полку шкафа. Там еще не было дверей. А другая часть у меня стояли детали от шкафа, ну, стены высокого шкафа. Я как бы их привалила к стене и, ну, примерно так подгадала по высоте, там кое-что подложила, по-моему, и вот вторую сторону шторы положила на эти доски. Вот. Ну, самое тяжелое – это, конечно, разместить штору. Дальше я включила проектор, выставила эту фотографию на компьютере, как мне надо, и спроецировала ее на свою штору. Эта работа достаточно трудоемкая и требует усидчивости. После того, как я это сделала, все, у меня просто все пошло уже, знаете, что называется, по накатанной. Решила, я решила, что поскольку у меня, вот видите, белый, белый рисунок, это как бы фон, что называется, да, и он располагается под цветным рисунком, я сразу же все ввела белым цветом. Кстати, вот, надо еще будет купить кисточки. Я вообще, честно говоря, не покупала кисточки, потому что у меня очень много детских кисточек, которые я покупала своей дочери. Использовала я всего лишь две кисточки. Одну тоненькую и вторую потолще, чтобы вот разукрашивать внутри. Значит, я обвела вот эти вот белые все части. После этого я взяла и начала делать цветные части. Еще одна особенность вот этой краски, что после того, как она засыхает, она не смешивается с новой краской. И если что-то вы где-то сделали не так или неаккуратно, ее можно закрасить другой краской. Вот это тоже было очень здорово. Я обвела вот эти все части. Смотрите, да. Поскольку у меня поджимало время, я там отдавала детей родителям, мне надо было все самое главное наметить вот основные контуры. При помощи проектора я тоже там пообещала, что я его через день отдам. Поэтому я проектором все это, все контуры обвела. Потом я просто взяла ее, переложила на пол и спокойно себе разукрашивала. Дорабатывала детали и прорисовывала. Вот так вот это я сделала. В принципе, вставлю вам сейчас пару фотографий. В процессе, к сожалению, я когда делала, не снимала, потому что у меня было очень мало времени, еще раз повторюсь. Просто сейчас вам вставлю фотографию, покажу, как это все выглядело в процессе. Первый этап, второй этап и так далее. Я надеюсь, что это видео было полезным для вас. И, быть может, оно вдохновит вас на создание чего-то подобного. Если вам понравилось это видео, я жду от вас ваши... Спасибо, что смотрели меня. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok